МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Капитан омского авангарда обратился к болельщикам. Похитили и пытали электрошокером. В омском микрорайоне Амур-2 произошло разбойное нападение. О происшествии сообщили в полиции. Обвинение предъявлено троим амичам 21, 22 и 24 лет. Предварительно установлено, потерпевший встретил компанию парней на улице. Произошел конфликт. Они избили молодого человека и несколько раз ударили электрошокером. После посадили в машину и увезли на пустырь. Там пытали и требовали деньги. Сожительница перевела фигурантам 40 тысяч рублей. После они скрылись. Пострадавший обратился в полицию. Сообщил, что узнал одного из нападавших. Им оказался знакомый, с которым они вместе отбывали наказание в колонии строгого режима. Подозреваемые задержаны. На очных ставках заявитель их опознал. Фигуранты помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос о мере пресечения. Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы. Ноутбука нету. А он мне, я его только приобрела. 4 сентября я получила его. И 10-го кража. Представьте, что со мной было. Отлучилась на 20 минут, а квартиру ограбили. Шокированная собственница до сих пор не может поверить в произошедшее. Неизвестный похитил ноутбук, телевизор и шубу. 65-летняя потерпевшая немедленно обратилась в полицию. Сумму ущерба оценила в 61 тысячу рублей. Личность злоумышленника установлена по горячим следам. Им оказался 39-летний Амич. Ранее неоднократно судим. Подозреваемого задержали у ЖД вокзала. Фигурант рассказал, распивал спиртные напитки у дома на улице Яковлева. Рядом с подъездом в траве нашел ключи. Вычислил квартиру и ограбил. Скажите, пожалуйста, а не было страха от того, что в квартире может кто-то оказаться? Когда вы туда зайдете? Да, я перед этим уже звонишь. А, вы сначала позвонили. Никто не ответил. Технику злоумышленник продал на ближайшем рынке за 5 тысяч рублей. Шубу выбросил. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Телевизор и ноутбук удалось найти и изъять. Их вернут владелицы. Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 158 УК РФ. Кража. За тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище. Уголовным законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемый отправлен в СИЗО. Расследование продолжается. Хотели заработать и потеряли 11 миллионов рублей. Амички стали жертвами мошеннической схемы. О происшествии сообщили в полиции. 41-летняя жительница Кировского округа с 36-летней подругой решили попробовать себя на криптобирже. Одна из пострадавших прошла обучение и начала работать с брокером. Он предложил найти компаньона. Амички установили специальное приложение, внесли первые 100 тысяч рублей и каждый день отслеживали, как продвигается купля-продажа криптовалюты. Безопасность и прибыльность сделок якобы отслеживал специальный онлайн-робот. За него женщины заплатили 200 тысяч рублей. Для получения высокого дохода 41-летняя Амичка внесла на счет 2 миллиона рублей. Ее знакомая 9 миллионов. 10% предлагали от суммы, которую мы вносили, например, на счет. Что это самый безопасный метод и что если что-то произойдет, робот быстро сможет среагировать и закрыть, например, сделку, чтобы она в минус большой не ушла. Три месяца выручка была регулярной. Подруги перекрывали платежи по кредитам, которые оформили, чтобы пополнить брокерские счета. Внезапно не смогли вывести платежи. Баланс обнулился. Криптовалютчицы обратились в техподдержку. Там сослались на сбой системы. Предложили решить проблему за 200 долларов. А потом перестали выходить на связь. Только в этот момент женщины поняли, что стали жертвами мошенников. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. В Омске почти год не могли поймать водителя-гонщика, который регулярно нарушил правила дорожного движения. Об этом сообщили в полиции. 29-летний Амич за рулем Кадиллака накопил около сотни штрафов. Однако вручить их было невозможно. Автомобиль оказался незарегистрированным. Выяснилось, собственник приобрел иномарку около 8 месяцев назад и не поставил ее на учет. Прежний владелец прекратил регистрацию после продажи. Камеры зафиксировали 95 нарушений, в основном превышение скоростного режима. Личность лихача идентифицировала поисковая система «Паутина». Автомобиль обнаружен в Ленинском округе. Теперь гонщик обязан зарегистрировать его и оплатить штрафы. Почти 70 тысяч рублей. В случае неуплаты сумма удвоится. Плесень и грибок в квартире стали поводом для проверки регионального следкома. На некомфортные и опасные условия пожаловались жильцы 23-го дома по улице Масленникова. Информация появилась в СМИ. Амичи уверяют, неоднократно обращались в ТСЖ. Однако заявки проигнорированы. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки действием ответственных лиц будет дана правовая оценка и вынесено процессуальное решение. Участок, где мог появиться жилой комплекс Миропорт, возвращен в государственную собственность. Речь о строительстве на пригородной. Телеканал Омск ТВ неоднократно рассказывал о скандальном объекте. Возводить первую многоэтажку начали в январе. Как только забили сваи, появились жалобы жильцов из соседних домов. По фасаду высоток пошли трещины. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, строительство ведется незаконно. Нарушено земельное и водное законодательство. Участок в береговой полосе Иртыша. Передавать его под застройку было нельзя. Аннулировать сделку и прекратить работу должен был арбитражный суд. Однако в ходе разбирательств подрядчик добровольно отказался от территории. Дело прекращено. Аэропорт Омск-Федоровка планируют построить в ближайшие пять лет. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр транспорта России Роман Старовойт. Напомним, идея возвести аэропорт за чертой города появилась более 40 лет назад. Начинали пять раз. Однако строительство прерывалось. Не хватало финансирования. К проектированию вернулись в 2024 году. Губернатор Виталий Хаценко подписал соглашение с холдингом аэропорта регионов. Объект будет возведен на условиях концессии. Вложение инвестора около 43 миллиардов рублей. Открытие аэропорта намечено на 2028 год. Воздушная гавань станет частью трансконтинентального коридора. Площадь – 350 гектаров. Аэропорт сможет обслуживать до 3,5 миллионов пассажиров в год. Увеличение авиационной подвижности – цель федерального проекта развития опорной сети аэродромов. Она недостижима без развития инфраструктуры аэропортов. В ближайшую пятилетку реконструируем и построим не менее 75 аэродромов. Новые аэропорты будут построены в Омске, Шикотане, Иркутске, Новороссии. На охране очистных сооружений в Омске сэкономят почти 2 миллиона. Информация с портала госзакупок. Речь о водовыпуске в створе улицы Богдана Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омик. За тендер боролись пять компаний. Стартовая стоимость контракта – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Победитель снизил сумму до миллиона. Необходимо обеспечить круглосуточную и ежедневную охрану объекта без выходных и праздников. К работе нужно приступить 1 ноября. Завершить 31 октября следующего года. Напомним, очистные сооружения в створе улиц Богдана Хмельницкого построили 4 года назад. Они фильтруют талые и дождевые воды. Отделяют мусор и нефтепродукты. Около двух миллионов рублей потратят на обследование Омского метромоста. Подрядчик уже найден. Работы выполнят специалисты Сибади. Информация с портала госзакупок. Контракт заключен с Омским управлением заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. Необходимо периодически обследовать метромост, проверять состояние конструкции, которые находятся в эксплуатации, выявлять дефекты, нарушения и повреждения. По итогам проверок предоставлять бумажный отчет в виде брошюры. Следить за сооружением специалисты будут до конца декабря. Двухсотлетнюю казарму Омской крепости могут сдать в аренду. Речь об историческом здании по адресу Партизанская, 5. Его намерены исключить из программы приватизации муниципального имущества. Инициативу рассмотрели депутаты Омского горсовета. Напомним, казарма в аварийном состоянии. В 2016 году она не попала в перечень реставрации. Три года назад бизнесмен из Новосибирска планировал восстановить объект, чтобы открыть там общественную баню. Однако позже от идеи отказался. В 2023-м строение хотели продать, но покупателя не нашлось. После появилось предложение создать на месте исторический парк. Однако для реализации не хватило средств. Сейчас казарма пустует и завешена уже выцветшим баннером. Кто станет арендатором, пока неизвестно. В мэрии готовятся провести аукцион. Омское управление капитального строительства разместится в полуразрушенном детском саду. Постановление о переименовании бывшего дошкольного учреждения в бюджетную организацию подписал мэр Сергей Шелест. Напомним, структура в составе администрации новая. Утверждена 21 октября. Специалисты займутся разработкой и реализацией инвестиционных проектов и программ. Когда смогут приступить к работе, неизвестно. Ведь здание, где будет базироваться ведомство, частично разрушено. Стекла выбиты, дверей нет. 310-й детский сад был построен 57 лет назад. В 2018-м его закрыли. В 2022-м было принято решение о сносе. Около 6 тысяч амичей поставили прививки от гриппа. Данные по вакцинации в БСМП номер 2 привел региональный Минздрав. Напомним, прививочная кампания в медучреждениях города стартовала в конце августа. Однако пройти иммунизацию еще не поздно. По словам специалистов, ставить прививку лучше с сентября до ноября, пока не начался сезонный подъем заболеваемости. Организму нужно время, чтобы выработать иммунный ответ. По данным Роспотребнадзора, сейчас амичей чаще атакуют риновирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа. Среди малышей участились случаи вирусной пневмонии. На карантин закрыты 27 групп в 22 детских садах. В школах ситуация сложнее. Полностью закрыты уже 15 общеобразовательных учреждений и 817 классов. В Омске с нового года ведут туристический налог. Проект утвердили депутаты горсовета. Сбор будет взиматься с туристов, которые остановились в гостиницах. Их в Омске, по официальным данным, 70. Минимальная сумма 100 рублей с человека за сутки. Если цена номера выше 10 тысяч, дополнительно придется заплатить процент от стоимости проживания. С каждым годом тариф будет расти. В 2029 году достигнет 5%. Деньги направят на развитие городской инфраструктуры и туризма. Закон будет доработан. Отплаты намерены избавить туристов, которые приехали в Омск по работе или на соревнования. Более миллиона рублей потратят на бланки для государственной итоговой аттестации ИЕГ в Омской области. Аукционное изготовление и поставку объявил региональный информационно-аналитический центр системы образования. Информация с портала госзакупок. Стартовая стоимость контракта – 1 125 000 рублей. Заявки от участников принимаются до 29 октября. Необходимо изготовить бланки формата А3. После подписания контракта у подрядчика будет неделя на поставку. Омский «Авангард» проиграл челябинскому «Трактору» со счетом 3-4. Матч состоялся 23 октября на G-Drive-арене. Это уже 12-е поражение на счету омских ястребов. Команда сыграла 18 матчей, из них 6 победных. В таблице восточной конференции омские хоккеисты заняли 10-ю строчку. Напомним, чтобы пройти в плей-офф, необходимо быть хотя бы на 8-й. После очередного проигрыша к болельщикам обратился капитан команды Дамир Шеребзянов. Дорогие мячи, дорогие болельщики, спасибо вам за вашу поддержку, за то, что приходите на матч и болеете за нас. Поверьте, мы стараемся, выходим, бьемся. Да, не все получается. Сейчас очень тяжелый период для команды. Отговорок мы не ищем. Выходим, бьемся ради себя, ради вас, ради нашего прекрасного города, ради нашей прекрасной арены. Спасибо вам большое. Мы будем стараться еще больше работать. Напомним, следующий матч «Авангарда» состоится 27 октября на G-Drive-арене. А мечам предстоит сразиться с магнитогорским «Метаургом». За неделю до Дня народного единства в Омске стартовали праздничные мероприятия. Напомним, официальная дата торжества – 4 ноября. Накануне в штабе общественной поддержки пройдут тематические встречи, мастер-классы и киноуроки. Их проведут активисты движения первых. Открыл серию омский пауэрлифтер Михаил Шевляков. Вместе со спортсменом школьники вспомнили пословицы, поговорки, познакомились с особенностями народов России. Встреча прошла под девизом «Сила нации в силе духа». На очереди художественный мастер-класс «Я люблю тебя, Россия», киноуроки единства и фестиваль патриотических песен. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Куар-код на экране.